Расхищение коммунального имущества – проблема, которую городские власти уже сравнивают с диверсией. Вопиющие факты кражи телефонных кабелей, когда в диспетчерской скорой помощи не могли принимать звонки и общие суммы нанесенного ущерба, заставляют руководители города принимать срочные меры, какие обсуждали на совместном совещании с директорами коммунальных предприятий, представителями правоохранительных органов и общественниками. Около двух миллионов гривен ущерба наносится городскому бюджету из-за расхищения коммунального имущества. Контактных сетей, люков, решеток дождеприемников, лифтовых катушек и прочего. В прошлом году КП «Основание» понесло убытков на 790 тысяч гривен. В этом году показатели еще хуже. Только за четыре месяца текущего года сумма ущерба превышает 600 тысяч гривен. Такая же печальная динамика наблюдается и в КП «Запорож-Электротранс», но с большими суммами – порядка двух миллионов за прошлый год. В снятии идет павлокичка левая, зеленый яр и правый берег. Регулярно, каждую ночь определенные бригады, они, наверное, уже очень опытные, снимают как с напряжением, так и без напряжения, снимают контактные проводы. На сегодняшний день мы уже запустили ночные трамваи, то есть ночью специально для этого пустили трамваи, которые с 12 ночи до 4 утра курсируют на этих участках, для того, чтобы как-то остановить это воровство. Но даже такие меры не спасают. Ловкость грабителей достигла такого уровня, что за 15 минут между рейсами трамваев они умудряются снять более 100 метров контактных проводов. Городские власти обратились к представителям правоохранительных органов со справедливым вопросом, почему воры чувствуют себя так свободно. Оказывается, практически никого из тех, кого задерживают за кражу коммунального имущества, не арестовывают. По всем тем фактам, которые возбуждены уголовные дела, из 285 возбужденных уголовных дел, суд удовлетворил только 5 клопотаний про избрание меры пресечения содержания под стражей. То есть, во всех остальных случаях суд просто отказывает и отпускает либо на подписку, либо под домашний арест. Городские власти выступили с предложением материально поощрять приемщиков металлолома, если те будут сообщать о фактах сдачи краденого. Однако, большинство таких пунктов в городе работают нелегально, и задача правоохранительных органов – закрывать их, а не сотрудничать с ними. Участники совещания подытожили – необходимо ликвидировать нелегальные пункты приема металлолома, повысить контроль над легальными, а в перспективе усилить видеонаблюдение по городу.